А ты знаешь, как сегодня решается проблема с беженцами? Никак. До сих пор в мире не существует юридического статуса «климатический беженец». То есть, если стихия снесла твой дом, лишила всего, что ты создавал, то ты никто. И казалось бы, что может быть хуже. Лагеря для беженцев превращаются в фермы органов, процветает рабская сексуальная торговля людьми. А куда пропали дети во время эвакуации на Гавайях? Какую помощь оказывает государство или организации? В Турции после землетрясения выплата составляла около 200 евро, на Гавайях 500 долларов, а в Марокко многие даже воды не дождались. Помощь приходит с опозданием спустя неделю. Тысячи часов интервью с беженцами показали самое важное. Люди в трудной ситуации могут рассчитывать только на людей. Первыми, кто бросился на помощь пострадавшим были простые люди, которые собирали гуманитарную помощь, родные, друзья, да и просто неравнодушные люди часто дают кровь и убежище. Беда объединяет людей, делает нас одним целым обществом. Давайте не ждать беды и объединяться уже сегодня, чтобы избежать этой участи. Нужно рассказать о проблеме климата всем людям и создать единый научный центр для экстренного решения климатических проблем.